Томожни, взятки и контрабанды. Эти слова зачастую ставят в один неразрывный синонимический ряд. Но вот как реанимировать Одесскую таможню и делать реформы там, где коррупция процветала годами, узнаем у ее нового руководителя Юлии Марушевской. Юлия Марушевская – молодой руководитель по всем параметрам и по возрасту, и по срокам работы. На должности главы Одесской таможни 26-летняя девушка всего месяц. За это время она успела продвинуть несколько реформ и уже готовит новое. В этом ей помогает руководитель области Михаил Саакашвили. Опираясь на его опыт работы в Грузии, был составлен масштабный план развития Одесской таможни. День Юлии Марушевской начинается как у обычного чиновника. В кабинете нужно быть в 9 утра. Но так получается не всегда. Например, к нашему утреннему приходу глава таможни уже успела побывать на нескольких бизнес-встречах. Сегодня у меня была встреча с донорами, которые, возможно, включатся в финансирование, навчание наших новых митников. Новые сотрудники, говорит Юлия, нужны для осуществления очередного проекта – создания терминала на морвокзале. Это будет такая себе новая зона таможенного оформления. Поскольку денег в бюджете на реформы нет, приходится просить поддержки у иностранных фондов. Я щодня проводу встречи с иноземными партнерами, найрізноманитнейше. Приезжают иногда представники из Вашингтона и кажут, ну вы знаете, мы уже 25 роков вкладываем в Украину. Дуже много грошей. Вот на разные-разные вселякие вещи. Вот чему мы можем поверить, что сейчас то, что мы вкладываем, что оно не пойдет, как всегда, в песок. Но есть и постоянные иностранные партнеры. Они продолжают морально и материально поддерживать украинские проекты. Создание терминала на морвокзале поддержали два известных фонда. Один из них – USAID. Они уже финансировали закупку техники для центра административных услуг. Другой фонд – IRI – станет обучать будущих таможенников. Для меня так же важно, чтобы это были открытые люди. Они должны понимать, что они, фактически, наша витрина, наш такой передовый загон. Это будет 80 человек, которые будут постоянно работать с клиентами. Это должна быть очень высокая стрессостойкость. Пока официальные зарплаты чиновников – до 2000 гривен. Эти средства малы для обеспечения честной работы новых таможенников. Именно поэтому в качестве мотивации придумали систему бонусов, когда расчеты за услуги, предоставленные в новом терминале, будут оставаться в местном бюджете, а дальше идти на доплату сотрудников. Мы прописали такие механизмы на законодательном уровне. Теперь мы его пропонуем. Я надеюсь, что нас поддерживает президент и кабинет министров, чтобы в Одессской области мы сделали такой эксперимент, когда люди будут вмотивованы качественно работать. Между разговорами с нами Юлия проводит встречи с главами районных администраций. Мероприятие такого формата Одесская таможня видит впервые. Руководители пограничных районов области рассказывают, почему, по их мнению, контрафакт попадает на территорию Украины. Один человек отвечает за цифровое украшение на территории трех районов. То есть, когда его задерживают на территории Красных Окей, он едет, ему сообщают в Котовск, что произошло такое задержание, вы должны выехать и в Котовск. На встрече присутствуют и пограничники. Так совместно пытаются решить проблему тотальных нарушений на границе с Приднестровьем. Можно давать и сервис, и в тот же час бороться с злочинцами. Мы идем открыто, мы говорим, что окей, мы доверяем тебе. Но и в раз в чем можем переверить. Сама Юлия признается, работу таможни нужно менять кардинально, но просто. Из органа барьеров и проверок превратить в орган сервиса. Именно для этого создали распоряжение от 30 стран. Туда входят и Соединенные Штаты, Канада, Австралия, Новая Зеландия и страны ЕС. Их должны растаможивать по прямому контракту. Те страны-портеры, в чьей добропорядности мы 100% уверены. Те страны, которые współпросят и надают всегда объективную информацию про компании-выродники. Также обещают сократить количество проверок на пунктах таможенного оформления. Для этого подписали меморандум силовым блоком, милицией, прокуратурой и фискальной службой. Наверное, нужно разделить нашу работу над глобальными целями, такими как зона митного оформления и нашу щоденную работу, которая относится с прощением процедур, с прощением процессов для импортеров и экспортеров. Напоследок Юлия показывает нам вещи, что вдохновляет ее на реформы. Эта книга называется «Сотня ООН». Это те 100 стран, которые в свое время поддержали целостность Украины. В межах этого проекта я сделала таки звернение до каждого президента света. Приват, президент Огамо, спасибо за вашу поддержку в этих драматических моментах. Спасибо. Два месяца назад, украинские люди стоят до каждого президента. Когда мы покидаем таможню, ее руководитель готовится к встрече с начальником отделов. К своему напряженному графику Юлия Марушевская подходит по-философски. Это, на самом деле, ответственность на какого-то дядя, кто наведет в нас порядок. Это ответственность твоя, это ответственность моя, моего соседа, моей родины, моих друзей. Те, каким будет наше завтра. Просто, ну, взять в свои руки то, что будет происходить. И изменять на каждом уровне. Официальный рабочий день главы таможни заканчивается в 18.30. Но сама Юлия признается, уходит зачастую гораздо позже, и в 10, и в 12 ночи. Ведь нужно следовать поставленному плану – изменить Одесскую таможню за полгода. Это один из важнейших пунктов развития области в плане реформ главы области Михаила Саакашвили и его команды. Анна Грынев, Сергей Чумаков, 7 канал. Субтитры создавал DimaTorzok